Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в Тамбовской области. Мы приехали к Гридневу Алексею. В гости были уже у него. И сегодня мы приехали для того, чтобы рассказать вам об одном из, наверное, максимально уникальных мероприятий, которое было проведено не только на территории Тамбовской области, но, возможно, и в России. Мы часто с вами видим такие вещи, как дождевальная машина, система полива. Но как эта система изначально строится, с чего она складывается и насколько эти проекты глобальны и затратны, сегодня мы как раз с Алексеем и пообщаемся. Алексей! Здравствуйте! Вот уже с вами не виделись. У меня традиция начинать сезон именно с роликов на вашем канале, поэтому как бы я позвал вас в очередной раз в гости, потому что хочу поделиться тем, над чем я работаю уже больше года, и рассказать, приоткрыть тайну людям, где же взять воду, даже если у вас нету как таковой воды, как вам кажется, и за счет чего будут работать те самые дождевальные машины. Если посевная начинается с селки и семени, как мы знаем, да, то любое орошение начинается с воды, потому что можно не подрасчитать свои возможности, но купить кучу дорогостоящие машины, в результате они просто будут стоять как груда металла, и никакой пользы вы от этого не извлекете. Сейчас мы пройдемся конкретно по проекту. Ну вот сколько мы путешествуем по нашей необъятной, а растительные системы, которые уже имели организованность некую, мы встречали только в Краснодарском крае, и то это отголоски Советского Союза, да. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще вы пришли к этому, и вообще как сложился у вас в голове этот проект? Женя, между прочим, как бы проект складывался давно, вопрос был всегда в финансировании этого проекта, да. Воду, как я понимал, всегда можно как-то изыскать и сделать, вопрос всегда оставался финансовый. Когда вы привозили в нашего хозяйства американцы, он с удивлением посмотрел, Чак Питер, и сказал, я первый раз встречаю человека, который может управлять водными ресурсами. Может, кто-то не обратил на это на самом деле внимания, но меня это прямо подзадело. На самом деле, я вот в следующий ролик решил посвятить именно тем, чтобы показать, что да, водными ресурсами можно управлять. Подталкивает нас одно необходимость. Необходимость в том, что климат меняется, смещается. Мы уже видим, что февраль – это уже весна, ноябрь – это еще как бы осень. Вот, поэтому как бы зимних месяцев становится меньше, летних становится больше. Температура летом увеличивается, и порой в этом году засуха внесла сильные коррективы именно в определенный промежуток времени, когда растению нужна была вода. Оно может хорошо стартовать, хорошо расти, но в результате засохнуть, и вы останетесь без урожая. Дождевальная система вам позволит получить практически стопроцентное урожай, потому что деньги вы вкладываете одинаковые, что в орошаемую землю, что в не орошаемую землю. Все на самом деле очень дорого и становится не особо рентабельно в наших условиях. Поэтому у меня всего две культуры, они обе отзывчивые на воду. Плюс я занимаюсь семеноводством, поэтому сам Господь Бог повелел мне идти в это направление. Давайте на всякий случай напомним, уважаемые зрители, ну вы безусловно посмотрите предыдущие наши ролики, которые мы делали, но все же проговорим, что у вас фактически две культуры, которыми вы занимаетесь. Это кукуруза и это соя. У вас, если я помню, 3 года у нас соя, 2 года кукуруза. Но прислушавшись к человеку Питеру, я решил, что будет 2 года соя, 1 год кукурузы, через 2 года я выйду на это, перестрою немного севоборот, потому что, ну, доля правды в его словах есть на самом деле. И как бы технические возможности не позволяют бороться с сорняком и производить этот севоборот. Поэтому, наверное, правильнее все-таки 2, 1 год это в дальнейшем перестроить, чтобы не накапливать болезни и вредителей, соответственно. Тем более, как бы, есть дождевальные машины, теперь будут с этого года большое количество. Этот проект рассчитан почти на 1250 гектар общей площади. Из них поливы где-то будет около тысячи, конкретно поливной площади, да. Будут все быстро перемещаемые установки, которые могут нам позволить при желании маневрировать их на соседние поля. То есть, если я дальше захочу увеличивать свой клин, вопрос останется, то есть, в нашей воде, в количестве воды. Ну, вот перед нами сейчас лежит карта. Та самая. Та самая карта. Между прочим, эта карта, это последний наш вариант, который именно был принят уже после Нового года. Мы можем мечтать до бесконечности, рисовать себе иллюзию, как мы будем прокладывать, да, магистраль. Мы будем пытаться где-то сэкономить. В результате мы натолкнемся на юридические проблемы. Вот на этом участке, на этом участке, на этом. И только вот проанализировая всю кадастровую карту, мы пришли к истинно правильному решению, как должна у нас прокладываться труба, чтобы у нас в дальнейшем не возникло проблем с регистрацией. Потому что каждая дождевальная машина, установленная на поле, это уже объект собственности, да. Она ставится на учет, регистрируется. То есть, вы тем самым удораживаете свой земельный фонд. Если у вас гектар стоил 100 тысяч рублей, то орошаемый землей гектар будет уже стоить 250 тысяч рублей. То есть, это четверть миллиона. Вы меня спросили про инвестицию. Эта инвестиция не только там, то, что я субсидии получу, верну НДС, получу какую-то прибыль. Я увеличу стоимость своего земельного банка. Это прежде всего. Это вложение, на самом деле, в свою собственность. Немаловажный аспект обратить внимание тем, кто захочет делать орошение. Желательно делать ее на земле, которая у тебя в собственности, не в аренде. Потому что, когда вы делаете на арендной земле, быстро находятся желающие перекупить у твоих пайщиков землю за эти самые 250 тысяч. Фермер вложился уже в полив, все деньги вложил. И когда приходит сторонний инвестор и говорит, ребят, я вам дам 250 тысяч, и все у нас как? И все побежали. Кто даст на рубль дороже, к тому у нас народ бежит. А тут не на рубль, а в 2,5 раза. А тут сразу на 2 рубля больше, да, в 2,5 раза. Поэтому, если делать эти проекты и вкладываться изначально, вкладывайтесь в свою собственную землю, именно в вашу инвестицию. Ну, это вообще логично, на самом деле, о чем вы сейчас говорите. Это логично, но для многих это не логично. Для этого стоит сделать акцент, на самом деле. Ну что ж, прежде чем перейти к обсуждению вот самого проекта, очень бы хотелось задать вопрос по поводу, вот вы такой момент затронули, именно оформления и юридически точных вот этих всех вещей. Расскажите, с чем столкнулись? Столкнуться можно с тем, что вы видите водоем у себя, там река, будь то пруд и так далее, и вы думаете, что у вас есть вода. На самом деле нужно пойти к государственному чиновнику и спросить, а есть ли в твоем районе, в твоем регионе эта вода? Потому что, как известно, у нас наш бассейн объединяет и Ростовскую область, и Белгородскую. То есть, лимиты распределяются не здесь, не в нашей, не в Тамбовской, не в Липецкой, не в Воронежской области, а именно там на югах, да? И поэтому надо сначала узнать, есть ли квота по воде в твоем регионе, и достаточно ли этой квоты тебе будет, чтобы полить за сезон тот участок, который ты наметил поливать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если ты узнал, да, что квота у тебя есть, пригласить, как я в одном из роликов сказал, специально обученного человека, в данном случае ядролог, который изучит твои водоемы. То есть, допустим, у тебя водоемом может быть в пруду миллион кубов. Тебе миллион кубов, естественно, не дадут с этого водоема. Тебе дадут максимум, там, 300-400 тысяч кубов. Но прежде чем понять из года в год, сколько в твоем водоеме будет накапливаться в ПРО-2-1, нужно провести, соответственно, исследовать, сделать паспорт водного объекта, промерить все по периметру, изучить глубины и сделать анализ, соответственно. Сколько у вас вот этот процесс занял? Этот процесс недолго, в принципе, занимает. То есть, вы находите этот человек, а, как правило, у нас это Стамбовского института, он работает попутно преподавателем в ТГУ. Михаил, большое ему спасибо. Благодаря ему, как я говорил, я узнал все. Я с ним вообще обошел все болота, какие только можно, причем пешим ходом излазил все. Поэтому вот такого человека найти в своем регионе, который поплавает на лодке с измерительными линейками, измерительными приборами и уже конкретно сделает паспорт водного объекта, на основании чего государственный чиновник сделает вам вывод, есть ли у вас вода или нет у вас воды. Но опять же, при наличии квоты в вашем регионе конкретно. Вот это две самые основные вопросы, которые должны возникать. Хорошо, окей, мы поняли, что квоты у нас есть. Мы поняли, что то количество воды, которое мы можем взять, сделать паспорт объекта по квоте, нас устраивает. Нас устраивает. Казалось бы, все прекрасно. Юридическая сторона вопроса согласована с проектным институтом. Вы заплатили проектному институту, они вам предоставили готовое решение коммуникации, которое показано вот на этой карте. Гидротехника, кто поставляет вам дождевальные машины, рассчитал, какого диаметра трубы, на каком участке должны у вас ложиться. И тут самое начинается интересное. Вот с этого момента мы сегодня с вами и начнем. Дальше вопрос будет в ваших финансовых возможностях по прокладке этих труб, макестралей и сделать заборную точку. То есть, чтобы у вас, допустим, работала там не одна, а две-три машины одновременно, мы пришли к такому понятию, в советское время оно использовалось, как водонакопитель. Ну что ж, уважаемые зрители, Алексей нас привез на одной из самых грандиозных строек, которая когда-либо у вас была. Алексей, ну расскажите, что у нас тут происходит? Что тут происходит? Ну вы когда въезжали, мягко сказать, наверное, обалдели от всего увиденного. Да, количество... Да, сейчас скуптор, оператор снимет, покажет, что здесь происходит и каких это на самом деле объемов и масштабов. То, про что мы с вами разговаривали, водонакопитель, который я вам показывал на карте, это здесь. Здесь не было воды, соответственно, мы сначала сняли один слой земли, сделали так называемую полку, чтобы экскаватор мог заезжать на эту полку и копать уже, вырывать перед собой. Да, здесь была сложная работа произведена в январе именно по монтажу вот этих блоков. Как я вам рассказал, то есть в этой стороне будет река, она и есть, да, в той стороне та плотина, которую мы отреставрировали. Соответственно, вход будет с той стороны, там такие же блоки ряды стоят, и со стороны реки стоят блоки. Нам осталось докопать фактически вот реальные размеры, 30 на 100 метров, как я вам сказал, работают в упор два экскаватора, две китайские машины помогают отвозить эту землю, и землю мы в дальнейшем будем использовать для строительства уже другой плотины, как я вам и говорил, да. Работы здесь продолжаются уже полтора месяца, и я думаю, еще месяца-полтора, и мы закончим этот водонакопитель, и уже в следующих выпусках вы покажете финишную картину этого всего, да. Вот как бы то, что я не видел, как делают, и решил пропустить это через себя, чтобы потом показать, рабочая эта схема или... Не особо. Не особо. У меня к вам вот такой вопрос. Скажите, вот сам по себе процесс, вот технически, условно говоря, но ведь вы же, наверное, не сами придумывали, это подрядчики вам рекомендовали, как все это делать? Как это делать? Есть же люди, которые когда-то это видели, согласны? Да. То есть я даже в голове себе не представлял, что на этом месте можно сделать вот такое сооружение. Да, были люди, с которыми я познакомился еще весной, которые взялись сначала за обустройство моей плотины расчистки канала, и потом предложили вот это решение, то есть водонакопитель. Я сначала, честно говоря, как у нас говорят в народе, не вкурил, в чем будет суть этого вопроса. Потом мы, когда вызвали кадастрового инженера, он мне написал, описал на бумаге, что будет здесь происходить, какой объем воды будет. Вот эта лагуна, в принципе, она даже за счет того, что это была река, да, она может накапливать до 50 тысяч кубов воды, до 50 тысяч отдавать за сезон. Поэтому идея мне понравилась. Где-то надо базировать водонасосные станции, и мы решили избрать вот именно это место. Это у нас, как раз, водонакопитель. Это есть водонакопитель. С одной стороны у нас поле, с другой стороны у нас поле. Эта земля, получается, она как бы не в воде. Она не сельхозное значение, соответственно, она принадлежит земельному фонду, районному земельному фонду. И мы оформили водопользование именно с этой точки. По проекту она здесь, это водопользование будет. Потому что лимит по реке у нас исчерпан. То есть там 180 литров в секунду. Мы не можем взять больше. Поэтому мы не сможем загустить 2-3 машины, соответственно, на такой большой объем. Поэтому мы взяли лимит с пруда. И с пруда, соответственно, мы же не можем ловить ее где-нибудь там на реке, да? Потери будут. Представляете, какие? Спустим 100 тысяч кубов, а поймаем 10 тысяч кубов. Нужно место, где ловить эту воду. Вот эта ловушка, она и будет. Соответственно, выпили оттуда водицы, закончилось. С пруда спустили водицу опять. И снова пошел полив. Вот такая идея этого всего. Мы пошли с того, что у нас зарегистрирована была только одна плотина, поставлена на учет. Поэтому мы пошли после Нового года, это был 21-й год, взяли в аренду плотину гидротехсооружения, ГТС так называемый, да? Она в аренде. Она в аренде. Вы можете в дальнейшем взять ее в собственность, но вот эта плотина гидротехсооружения, если она у вас в собственности или в аренде, вы отвечаете за нее целиком и полностью. За реконструкцию, ремонт этой плотины, полный уход. И если как бы случится что-то такое, что будет очень много воды, эту плотину случайно разорвет, да? А вы за ней не уследили. Вся ответственность, естественно, повиснет не на государстве уже, которое до меня отвечало за эту плотину, а конкретно на мне, на новом арендаторе или собственнике этой плотины. Очень такая ответственность высокая. Да, тем более в пруду от миллиона и больше кубов. А если еще рядом село, то вы понимаете, насколько это чревато последствиями. То есть надо, как бы риск есть везде. Риск есть и во внесении аммиака, есть риск и в подготовке семенного материала. Но тут это природный объект. В разы больше. Он в разы просто больше, да. Вот мы, опять же, с гидрологом прошлись, по карте посмотрели. У нас было два пруда, на самом деле. Это вот параллельный пруд. Он уже не существует, потому что с него вынули задвижку, трубу. И просто там уже заросли, да? Вот здесь водоемы. Да, вот здесь. Они два параллельные водоемы. То есть в советское время, как я объяснял, разговаривая с человеком, который у нас в области отвечает по плотинам, по обустройству, по ремонту этих плотин, в советское время была бригада людей, которая приезжала и определяла место, где построить плотину. Другая бригада приезжала, строила эту плотину. И третья бригада занималась мелиорацией. То есть строила дождевальные установки и так далее, да. Когда определялось, где строится плотина, всегда надо было учитывать фактор, что полноводный когда ход, да, нужно куда-то будет эту воду спустить, да. А у нас рядом проходит река Шехманка. Это приток реки Матыры, откуда берет начало Матырское водохранилище. Очень так объемный водоем. Вот. Мы в том году запитались именно с Шехманки, вот, наверное, точку водозабора с реки. И санализировали то, что тут в советское время был расчистящен канал. То есть вода с пруда, если ее много, сливалась в реку. То есть вся эта система должна была работать полноценно. Мы взялись в том году, плюсом мы не понимали, почему в пруду постоянно каждый год вроде много-много-много воды, к осени ее мало, да. Мы с прудом нашли задвижку. Чтобы добраться до задвижки, нам пришлось 2,5 километра прокопать вот этот канал. То есть очистить этот канал, чтобы освободить задвижку от воды. То есть экскаватор там 2 месяца просидел и тонул все 2 месяца в этом канале. Вот. Мы очистили, освободили. Получилось так, что место стыковки задвижки с трубой прогнило, и она, ну, естественно, семафорила. То есть вода... Поэтому вода и уходила. Вода уходила, 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 и мы санализировали, что за 4 месяца, пока мы не починили задвижку, мы потеряли порядка 600 тысяч кубов. Для понимания, это хватит полноценно полить 600 гектаров, используя 100 тысяч кубов на 100 гектаров, да. Вот такие были потери. То есть мы поставили измерительную линейку с гидрологом, и мы санализировали в половоде, когда была вода, сколько, и до момента ремонта задвижки, сколько ее осталось, да. Плюс, естественно, испарение, вы понимаете, лето жаркое, и мы почти миллион кубов там и к осени потеряли. Вот, а на миллион кубов мы свободно бы могли полить тысячу гектаров земли, да. Вот, естественно, как бы прочистив этот канал, мы решили, куда двигаться дальше. Река не сильно широкая. Соответственно, нужно было место, где накапливается входа, где накапливается максимальное количество воды, которую я единовременно могу забрать. Вот и накопитель предусматривает в себе две функции. Первая функция, он будет как приемник с пруда воды, то есть я, насколько хочу, настолько открыл задвижку, потому что я получил лимит именно с пруда, да. Плюс местность позволяет нам сделать так, чтобы вода попутно заходила с реки. То есть водонакопитель будет питаться из двух точек. Водонакопитель ниже уровня реки, соответственно, река куда идет? По пути наименьшего сопротивления. То есть в этот водонакопитель. А водонакопитель на какой объем он у нас? Водонакопитель 100 на 30 метров пока и глубиной 8 метров. То есть он рассчитан больше, чем на 10 тысяч кубов воды. Плюсом, вы понимаете, когда я сейчас строю водонакопитель, мы увидим, и расчистил канал, я открыл дополнительно родники, которые сделали вот этот канал, как бы по Яндекс.Карте, если сейчас посмотреть, продолжением реки Шехманки. Понимаете, да? То есть Яндекс.Карта уже отражает это не как там какой-то ручеек, а именно реку. Какая-то. Вот, то есть она уже наполнилась. Это 2,5 километра реки дополнительно я сделал. То есть люди меняют иногда течение рек, течение времени, а мы вот просто сделали... Расчистили, оказалось, что это вполне достаточно. Вот, дальше что? У нас изначально проект предусматривал то, что мы пойдем по пути экономии наименьшего сопротивления. Перепрыгнем сразу через реку, сделаем прокол под рекой. Под рекой. То есть не сверху кинем трубы, а под рекой. Но так как вот тут болотистая местность, и, к сожалению, тут не наше уже поле, соответственно, мы решили, что этот путь будет очень дорог и очень труден в плане потом юридического оформления. И счастливый более случай, на обратной стороне реки у меня оказалась вот эта полосочка шириной 38 метров. Видите? Вот она, не вот эта, а вот она, маленькая-маленькая полосочка. Да, и вот эта полосочка тянется вдоль берега и тянется именно... В общем, вы, получается, пошли по берегу реки? Да, я просто пошел вдоль берега реки и выпрыгнули мы на точке водозабора, где у меня сейчас существующие объекты уже рабочие. Вот, и дальше, соответственно, развязка двинулась по всем полям, находящимся в этой бригаде мной. То есть, тут в следующем году будет раз, два, три, четыре и пятую уже ныне смонтированные машины. Все машины будут быстро перемещаемы и закрывать максимальное количество гектаров в единицу времени. То есть, одновременно работать большая-маленькая, большая-маленькая машина. Так, а изначально вы предполагали идти как-то сюда? Прямым путем. А вот это что вы здесь обращаете? Это наш объект следующего года. Мы же хотим дальше двигаться в сторону орошений. Это еще один пруд, только он разрушен. Мы его ставим сейчас на учет как бесхозный объект. Соответственно, как только он встает на учет как бесхозный объект, мы опять же берем у сельсовета в аренду эту ГТС, ныне разрушенную, и ту землю, которую мы выкупали отсюда, мы ее перемещаем на этот пруд, восстанавливаем полностью плотину и делаем еще один водонакопитель. Только уже... Нет, именно землю. Потому что тут она разрушена. А, я поняла, да. То есть, да, я ее фактически буду реконструировать с нуля. То есть, сносить ныне существующее, что осталось от этой плотины и делать абсолютно новую плотину. Вот. И этот водонакопитель даст нам еще возможность двинуться дальше на соседние поля или в сухой год закрывать потребность ныне существующих полей по полному объему питания воды. Сколько вообще сам проект вам обошелся в деньгах? Женя, это очень дорого на самом деле. То есть, это, если с учетом машин, работы... Допустим, трубы я покупал в том году для маленькой машины, они мне обошлось, допустим, километр 300, это был миллион 300, да? В этом году бы это уже обошло в 7,5 миллионов. То есть, трубы подорожали до пяти раз, да? Да, да, случилось это у нас. Скажите, а вот в этих затратах, я думаю, что в любом случае присутствует субсидирование? Да, присутствует. Приоритеты, конечно, расставляют всегда другим, как правило, людям, большим холдингом, да? Но так как мы в программе, рано или поздно мы субсидии, конечно, получим в размере 60% от понесенных затрат без учета НДС. Все затраты, но копку водонакопителя, расчистку канала, все эти затраты в этот проект включены, и, соответственно, из этого расчета и будет исходить субсидия. То есть, это будет не по гектару, а именно то, что мы вложили. Итого, условно. Итого. Итого, да. Я, насколько для себя сейчас понимаю, что для того, чтобы найти вот эти все вещи, вот эти все точки, вы действительно, как вы говорите, прошли все болота. Да я реально прошел пешком все болота. Я даже нашел ту ГТС, у которой прут уже не существует. То есть, вы ее видите с мэп-карты, да, сверху визуально. А не понимаете, то ли это лес, то ли это реально был прут, да? Вот. И только там с помощью местных сторожил, уже людей в возрасте, которые игрались раньше на этой плотине, ходили там, убегали с дома. Только с помощью этого я нашел, где было это гидротехсооружение на самом деле. То есть, многое, то, что есть, оно было и должно было быть. Но, к сожалению, как бы было заброшено. И порой варварским способом вынуты все трубы. Вот. И сданы они просто на металлолом были. Ну, понятно, да. Только сейчас за это приходится другие деньги платить. Раньше это таскали за копейки, а сейчас за это бешеные деньги платят, чтобы восстановить. Расскажите, пожалуйста, что касается прочистки вот этого канала. Я так понимаю, что вот здесь как раз-то... Ну, ведь фактически вы говорите, что вода уходила. То есть, то, что вы сейчас будете забирать, это то, что так и так уходило. А пруда не было как такового. То есть, вот тут все по дну ходили пешком. А, даже так? Да. То есть, его не было фактически в этом году, потому что 21-й год так более-менее снега подвалило. Он, опять же, наполнился, как он и должен был наполниться. Но за счет задвижки и прочего все это опять благополучно ушло. Теперь то, что накопится с этого года, довольно снежный год у нас получается. То есть, я получу полноценный объем, какой мне нужен. Пруда и так не было. Понимаете? Эти все пруды, и этот, и этот, и этот, и этот уже исчезнувшие. А эти исчезающие пруды. То есть, никому до них нет дела. Абсолютно никому. Теперь еще вот такой вопрос задам. Сколько мы общались с людьми по поводу системы рожения, все говорят о очень тонком моменте. Это очистка воды. Да. И очень часто этот вопрос является камнем преткновения в итоге. То есть, получается все сделать, и в итоге вот этот момент как вы продумали? А очистка воды, тут ничего сложного нет. Вы выбираете для себя машину, которая уже идет с нормальным фильтром, который... То есть, это оборудование. Да, это вопрос к оборудованию. На наших машинах стоят такие устройства, реверскрины, то есть, понтон. На понтоне сетка большая, которая вращается постоянно. Форсунки ядравлические, то есть, водой. Они самоочистные, считайте, фильтра. И вот мы эксплуатировали в этом году всего одну машину. Ну, никаких проблем не возникло с забиваемостью и так далее. Просто подобрать оборудование нужно. Так, здесь вопрос оборудованию закрывается. Оборудование, естественно, ну... Не нашимское. Не российское. Не российское, да. Ни российского производства нет. Оборудование у нас фирмы ТиЭль. Оборудование используется в Белом доме, поэтому мы отдаем предпочтение только лучшему оборудованию. Теперь вопрос в процессе самом. Ну, потому что одно дело дом построить, и это сложно, мы все знаем, да? Дело там ферму построить, это еще сложнее. А другое дело, простите, вот, собственно, сколько километров у вас здесь? 20. 20 километров трубопровода положить. Просто трубопровода. Алексей, ну, мы сейчас с вами находимся рядом с трубой, которая будет являться фактически водонесущим основным элементом. Сердцем, так сказать, этого всего движения. Сейчас в этой погоде, естественно, процессы все остановлены, потому что они могут происходить. Да, да, чуть-чуть погода не дает работать. Мы находимся рядом с тем местом, где мы сейчас можем посмотреть, как это будет, но не в процессе, к сожалению. Давайте откроем. Давайте откроем. Приоткроем завесу всех тайн. Да, аккуратно. Что видим? Две трубы, протяженность, наверное, где-то каждые 12,5 метров. Происходит изначально торцовка каждой трубы, чтобы они вошли стык в стык. Специальная машинка, которая торцует края. Ребята потом соединяют, подгоняют, разъединяют, то есть вставляют такой нагреватель, выдерживают определенное количество времени, согласно технологии, и уже потом делают плети, так называемые, наверное, в данном случае паяют 10 подряд труб, чтобы их удобнее перемещать. Мы паяли как бы и в сухую погоду, очень тяжело тащить по земле, когда земля сухая. Проще таскать эти плети, когда вот именно такой сезон, когда влажненько, когда снег, уже берут ребята, цепляют за трактор и перемещают уже к траншее. Что ключевое вот в этом процессе? Чтобы они не разъединялись, чтобы они нормально потом долго, долго лично работали. Ну, самое главное, наверное, выдержать технологию, именно выдержать время, чтобы и соблюсти температурный режим, прежде всего, как нам сказал Парараб, происходит это при температуре 210 градусов, поэтому окружающая температура немаловажна, то есть влажность немаловажна, и температура нагрева немаловажна. Отлично. И, соответственно, потом мы это все закапываем... В траншею, да. То есть вынают ребята сначала землю чернозем, потом глину раскладывают в разные стороны и в таком же порядке, обратно землю утрамбовывают, присыпают немного, получается горка, потому что потом происходит оседание земли, в любом случае, да. Мы сначала... Что-то не поломалось. Да, в том году мы не то, что даже не поломалось, потом происходит посев, да, химобработки, и, как правило, если там вровень с землей сделать, то опрыскатель проваливается в эту траншею, да. Поэтому лучше пусть она будет с горкой, и потом в процессе дождей и полива земля сядет. На данный момент у нас работают две бригады по прокладке труб, они идут друг навстречу другу. Одна началась с дальней точки, бригада перемещаться идет вот в этом направлении, тут они должны встретиться. Другая бригада идет вот в этом направлении. То есть вот отсюда уже до этой точки в одной траншеи будет прокладываться две трубы, или две четырехсотые, или в некоторых местах четырехсотые, трехсот пятнадцатые трубы. То есть отдельно вынается грудная глина, отдельно вынается земля, да, и уже так же засыпается в том же порядке, в каком, грубо говоря, и вынулось только в обратном, да. Вот, поэтому первая бригада у нас прошла пока пять километров, вот, из двадцати. Не много, не, ну, а что, не много, четверть прошла. Они сидят на этой трубе, как я называю, с ноября месяца. Ноябрь, декабрь, январь и февраль. Какие трудности возникают? Погодные сейчас условия, прежде всего. Вот, ну и прочие людские факторы. То есть трактор сломался, экскаватор сломался, там экскаватор утонул. Всего проекта сколько реализуется? По времени? Ну, начал я с весны, с момента вашего последнего визита, да. И я думаю, весной я его закончу. То есть год? Ну, год фактически, да. А вот эта система у вас уже была введена? Вот этот участок, да, он введен в эксплуатацию, уже был. И мы в этом году там увидели там привес в два раза от нашего там среднего урожая. То есть помимо того, что вы делаете стоимость непосредственно земельного фонда выше, вы гарантируете себе в два раза выше урожая. Да, и фактически, да. Особенно в засуху. Может и в три раза вы гарантируете урожай, смотря какая засуха будет. Сознаймой вод будет, да. Ну и плюс ко всему, такой небольшой бонус, это, собственно, оптимизация водных ресурсов, как мы видим. Да, которые есть. Они есть, но они просто вообще не используются. Они не работают. Они не работают, да. И как бы мы начали забирать воду с реки, там у нас лимит был установлен 180 литров в секунду. Вот вопрос вы к скважинам задавали. Какая скважина потянет 180 литров в секунду делать? Вряд ли какая потянет. Вряд ли какая потянет, да. Вот. Соответственно, мы забрали в том году где-то 100 тысяч кубов с этой реки. Она это не почуяла абсолютно, река. Мы не в напрях это поливали. И, соответственно, река, она освежается. То есть она становится почище. То есть обновляется, обновляется. То есть когда в реке происходит застой, это плохо на самом деле, да. Тут мы постоянно забираем с нее, идет водоотбор, и река становится все равно здоровее. Алексей, еще вопрос. Скажите, вот первое, что приходит в голову, это как раз вот те самые квоты. Да. А у вас возникали какие-то в процессе поиска этой самой квоты какие-то затруднения? Вообще сложно квоту эту получить? На самом деле я не могу отвечать там за другие области, да. У нас в Тамбовской области более чем адекватные чиновники сидят в отделе водных ресурсов. И они, как правило, идут всегда тебе навстречу, лишь бы, понимаете, квоты, опять же, им дают, их надо куда-то девать эти квоты, да. Если никто ничего не строит, да, как бы, это тоже не есть, как хорошо. Государство выделяет субсидии. Их надо куда-то реализовывать, согласны со мной? У нас почему дороги перед Новым годом строить? Потому что деньги надо куда-то осваивать, правильно, государство? Бюджет есть бюджет. Бюджет есть бюджет, да. Государство дало денег, надо их освоить, эти деньги. Так что, хочешь не хочешь, на Новый год клади дороги. Поэтому государство выделяет денег, государство выделяет квоты. И, как правило, чиновники только рады, когда к ним приходят с вот таким проектом и говорят о том, что я хочу вот здесь построить орошение. Плюс это районы идут, новые рабочие места. То есть я сейчас набрал дополнительно людей, которые будут отвечать за перетягивание этих установок, которые будут запускать их. То есть тут две смены будут людей работать. То есть дополнительно это вот в моем хозяйстве от 5 до 10 рабочих мест будет дополнительно задействовано. То есть это еще один плюс деревни. А я вот смотрю на карту, и вот здесь желтая полоса. Что это? Вот эта полоса как раз и есть прокола. Это то, что вы проходили под... Это нам предстоит, мы сейчас занимаемся этим вопросом, да, предстоит пройти под рекой. Вот это и есть тот участок. А вот здесь опасность потенциальная, насколько она выше, чем вот здесь, когда прощищали? Ну, понимаете, что работы намного сложнее. Это, во-первых, да. Тут мы просто экскаватор утопили, да. А тут мы еще и можем машины завалить, которые будут это делать. Поняла вас. Ну, этот процесс у вас еще пока не идет. Процесс идет водонакопителя. Процесс прокола мы его тоже как бы увидим чуть попозже, пока мы паяем трубы для этого участка, да. Но за февраль месяц мы должны это закончить, потому что когда оттает земля, прокол уже будет сделать практически невозможно. Технически это невозможно, да. Алексей, и еще один вопрос. Довольно-таки часто сейчас, когда обращаются к вопросу внесения воды, в итоге сталкиваются с тем, что сама по себе земля, она не готова, верни как, она готова. Но начинаются процессы, например, выход солончака и так далее. Соль. Соль, да, она начинает подниматься. Вот вы как-то анализировали вашу землю? Конечно, конечно. Прежде чем вот запустить первую машину, я вызвал лабораторию, посмотрел по участкам, где у нас будет стоять машины, нынешнее pH состояние почвы, да. И санализировав это, мы уже определились. Непопулярный почему-то получился ролик там с Чаком Питером, да. Но на самом деле вот азы, которые он сказал, да, их надо было просто взять за основу каждому и реализовать. Я купил машину для внесения дефеката в этом году, да, и начал раскисление почвы. А начал я именно с вот этих участков, где планирую делать орошение. То есть непосредственно там, как сказал директор проектного института, вы должны всего 25% осадков давать инородных, то есть искусственных, да. А 75% должно быть естественно, да. Но когда у человека возникает растительная установка на поле, он, как правило, по максималке хочет сделать... Уж полить, так полить. Уж полить, так полить, да. Как картошку мы включаем поливалку, там, на от картошки не надо, она просто молотит весь день и ночь и поливает, да. Вот, естественно, происходит засоление от того, что мы будем поливать, да. Плюс будут образовываться своеобразные блюдца, в которых постоянно будет инфекция и так далее, да. В дальнейшем нам даже придется эти блюдца, как в Америке это делают, каким-нибудь грейдером сравнивать. То есть, чтобы этих блюдц не было, в этих блюдцах самые солончаки и будут, на самом деле, образовываться. Вот, поэтому, то есть, нельзя сказать, что вода, это все, это стопроцентный будет успех, да. Я встречал хозяйства, где на орошении урожай на сои были меньше, чем у меня без орошения. Поэтому это должно быть все гармонично. И когда Чак Питер сказал, что начинать сою надо с возделывания PH, да, вот. Он был очень в том числе прав. Он был прав. И когда я ему сказал, как мне расставить акценты, спросил, над поливом, есть ли у меня проблемы с влагой, или PH заниматься. Он, как, ответил, что если вы хотите быстро заработать, то это полив. Если вы хотите долго работать, то вы должны заниматься и PH, и поливом. Так что, ну, тут золотые слова были чудес, никто Америку не изобрел, да. Поэтому, как бы, я послушал, сделал для себя выводы, купил соответственное оборудование и начал делать то, что сказал американец. Все просто. Ну что ж, Алексей, большое дело вы делаете, которое поможет не только вам, судя по всему, но и в целом, собственно, району. Я так чувствую, да, что с точки зрения ввода, оборота. Я думаю, и всем, всей целевой аудитории вашего канала, у которых в голове есть планы по созданию установок на своих полях, я думаю, эта информация будет полезная. Согласна полностью, уважаемые зрители, непременно все наши ролики смотрим до конца, потому что очень много в них полезного, и мы стараемся делать на это акцент. Обязательно подписывайтесь на наш канал, задавайте в комментариях ваши вопросы, и мы будем на них непременно искать ответы. Субтитры создавал DimaTorzok